Женщина тебе хватит? Да Стойте Можно вас поймаем? Я понимаю вам холодно, мне тоже очень холодно Давайте Всем привет, меня зовут Иван Сухоруков И это проект Другие места Сегодня мы ненадолго приехали в город под названием Костанай А это будет такой экспресс выпуск Мы побеседуем с местными жителями И поищем интересные места в этом городе Которые так скажем бросаются в глаза Когда оказываешься здесь впервые Камеры, как у Рината Ташкенбаева у меня к сожалению нет Поэтому здесь будет следующая вставка Я включаю свою камеру, поехали Костанай город на севере Казахстана Город основан в 1879 году И сначала назывался Николаевск Потом он получил имя Кустанай И это название город носил до 1997 года Когда в июне первый президент Казахстана Переименовал его, изменив лишь одну букву С тех пор город именуется как Костанай, то есть через букву О В городе проживает примерно 250 тысяч человек Костанайский регион граничит с Россией По ту сторону границы уже Оренбургская, Челябинская и Курганская области История города богатая Об этом как минимум свидетельствуют Сохранившиеся дома до революционной постройки Или такие интересные объекты С виду казалось бы старинная башня с часами Была построена относительно недавно В конце 80-х Сейчас здание считается визитной карточкой города Автор проекта архитектор Иосиф Иосифович Искаков По его проектам в Костанай также были построены Здание областного акимата Комплекс главпочтампа И первые девятиэтажные дома в центре города Нас также заинтересовал и памятник истории Расположенный за областным краеведческим музеем Одним из интереснейших исторических объектов Города Костанай можно назвать Вот эту стену Надпись на ней гласит У этой стены в апреле 1919 года Карателями Колчака проводились массовые расстрелы Красных партизан Участников Костанайского крестьянского восстания Если мы однажды вернемся в город И у нас будет побольше времени Я думаю, что вот этому месту Мы посвятим отдельный выпуск проекта из прошлого Ровно сто лет назад К этой стене сгоняли толпы людей И расстреливали Ее так и называют Стена расстрела или Красная стена На поверхности остались следы от пуль Страшная страница в истории города Тогда под репрессии попало немало невиновных людей Не так давно в Костанай переименовали Самый длинный проспект города Раньше он назывался проспект Гагарина Теперь проспект Назарбаева А в честь Юрия Гагарина называли другую улицу В частном секторе Ну вот проезжая по Костанаю Мы наткнулись на такой интересный забор Он очень длинный Сделан из кирпича И такое ощущение как будто он представляет какую-то историческую ценность То есть складывается такое ощущение Но к сожалению на нем никаких табличек памятных мы не обнаружили То есть мы не знаем когда он был построен Имеет ли он действительно какую-то историческую ценность Может быть это вообще современная постройка Ну как местные подсказали За этим забором находится городской водоканал Если вы знаете что это за забор Когда он был построен Обязательно пишите в комментариях Ну а мы двигаемся дальше Костанай считается одним из чистых городов Казахстана Воздух и экология здесь тоже получше чем на юге Проезжая по улицам Мы обратили внимание на странную форму деревьев Оказалось что это такая специальная обрезка В городе немало тополей Летом Костанай просто тонет в пуху Да это кстати боль Боль да во первых то что деревья уродуют Во вторых то что летом уже Передвигаться по улице на той же остановке Стоишь укрыться негде Я положительно отношусь потому что Пух летает у многих аллергия Ничего страшного они потом зацветут Пустят листочки все будет хорошо Красивый как был город так он и остался Он наоборот разрастается Чистоту делают они Осень в Костанай это уже как зима в Алматы Прогуляться по городу в конце ноября то еще испытание Очень холодно и все время хочется где нибудь погреться Холодно Мы приехали в самый холод в Костанай Смотри вон там прикольно голуби сидят Греются Нравится тем что тут очень много автобусов И они очень часто ездят Очень милый, очень чисто Единственное что очень холодно Вот кстати еще одна особенность в Костанай Которое можно выделить Это вот главная площадь на которой играет музыка И знаете чем это помогает в холодное время года? Тем что хочется не просто стоять или просто идти Хочется танцевать и таким образом согреваться Вот так вот Согревание Так сказать Согревание Суровое согревание по-кустанайски Мне кажется эти голуби заверзли они так не рады меня видеть Не получилось А мы журналисты Здравствуйте Здравствуйте Хороший город Хороший город Спасибо Они сказали что город хороший Здравствуйте Здравствуйте Можно мы вас поймаем? Глава лови Стойте Подождите Здравствуйте Здравствуйте. До свидания. Не хотят со мной общаться. У нас такой менталитет, все друга понимают и уважают. Обратите внимание, в Кустанаве сейчас настолько холодно, что я даже могу просто подойти к замерзшим головам, погладить их, потому что они здесь сидят, греются, и им все равно, что рядом с ними ходят люди. Приветики. Холодно. Я понимаю, вам холодно, мне тоже очень холодно. Давайте поговорим немножко. Хотели у вас, как у местных жительниц, спросить. Они тоже замерзли. Ну вот такой небольшой выпуск у нас получился о городе Кустанай. Понятно, что мы не успели охватить все особенности города, поэтому я предлагаю вам, дорогие зрители, написать в комментариях, какие особенности о Кустанай знаете вы, чем этот город нравится вам. Ну а на этом у нас все. До встречи в других местах. Очень холодно. На самом деле. Я пока петличку держал, у меня чуть рука не отмерзла. Очень холодно, очень холодно. Рома, верни вы, пожалуйста, перчатки. Почему ты оператор, а перчатки взял я? Женщину тебе хватит? Да. Так, сейчас. Ну, в принципе, это был... Сейчас. Пока выключи, сейчас две секунды. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...